Ох, бля. Так. Здравствуйте. Все детали моего макияжа будут в описании. Мне сегодня жарко. И для того, чтобы вас не смущать, я не стала убирать вот это, потому что я выглядела бы немножечко голенько. Хотя не... Не, не, ребят. Оставлю так, чтобы было как-то поэлегантнее. Что у нас сегодня такое интересное на обзорчик? Не знаю, что по обзорчик, хотя в какой-то мере, наверное, да, ушки мода. Полиэстер. Я готовила видос с ноября, ну, по классике, да, вы знаете, мои подготовки к видео про немножечко Dragon Beauty Florence by Mills. И я подумала, что обзор на эти четыре вещи будет делать немножечко тупо, поэтому я тут приволокла Kylie, Kim Chi Chic. На Kylie обзор был отдельный, на Kim Chi тоже был обзор. И, в общем, сегодня тема видоса это косметоз от известных людей. Стоит ли его покупать? Я честно думаю, что нет. Единственное, что я приемлю, это Джеффри. Но у меня от Kylie есть карандаш для бровей, вот хайлайтер. Я его очень сильно люблю. Однако я приволокла хайлайтер от Huda. Я вот это терпеть ненавижу. Понятно, что я люблю перевыпуск хайлайтера Kylie, но я решила вам показать то, что я как-то не особо люблю. И также то, что было купить полегче, потому что Kylie только на официальном сайте продавалась. Ну и сейчас продается. А все остальное можно было заказать с Beauty Bay. Ну еще помимо R&B. Ну ладно, ребята, давайте уже начинать. Вот такой тон Florence by Mills. Буду наносить в соседнем окне. Здравствуйте, Марина, в соседнем окне. Florence by Mills. Я так понимаю, это бренд Milly Bobby Brown, а Milly Bobby Brown это вроде бы дочь Bobby Brown. Я могу ошибаться, потому что, как вы знаете, незнание это не оправдание, но для меня это оправдание. We keep it clean. Что это значит? We keep it clean. Cruelty free. Окей, прекрасно. Для всех типов кожи подходит данная штука. Протестирована дерматологами. Мы поддерживаем young living life to the fullest for more and for... Чего? Мы поддерживаем молодых, чтобы они жили полную жизнь. Окей, это, ребята, Skin Tint в оттенке L040. Я полагаю, что я в сенем окне сейчас очень сильно удивляюсь, потому что для меня на данный момент это достаточно темный тон, но в свое время он мне подошел идеально. Тут 30 миллилитров. Как использовать? Нанесите одно-два нажатия на кожу пальцами. Добавьте немного больше, если вы хотите. Просто потому что... Немножко не люблю ориентир на более молодую аудиторию у маркетологов. Ну, просто потому что... Ну, как... Так вот я так хочу. Молодые ребята, они так себя не ведут. Так себя бумеры ведут, наверное. Мало у кого получается таргетировать хорошо вот молодую аудиторию. У меня глаза не красные, это просто я вчера носила весь день розовой тенюшки, поэтому у меня тинт. По моим воспоминаниям, очень хороший тинт. Супер стойкий был на удивление и выглядел не как тинт, он не перекрывал все. Держался он, как и в Сен-Лоран. Начинал к концу дня немножко сиять. Или вообще из бюджетного как люкс визаж скин эволюшн. Да, примерно то же самое. Похоже, что данный тинт я тестировала на идеальной коже, потому что сейчас он особо ничего не перекрыл. И да, я достаточно темная. Он сияющий тут так и заявлено. Like light skin tint. Как свет скин тинт. Ну да. Неплохо, я думаю. Очень близко приближать вас не буду, ребята. Потому что я на таком расстоянии, думаю, видно. И да, меня задел комментарий то, что, блин, очень близко приближаешь. Как-то мне теперь от этого грустно. Может, попозже я приближусь все-таки. Что насчет покрытия, ребята? Покрытие легкое достаточно. Реально, я его на идеальной коже тестировала. Такое полупрозрачное. Пожалуйста, можно, но не надо. И он изначально, у него очень странный был аромат, как будто такое масло подсолнечное. Но это, наверное, лучше, чем какая-то отдушка. Его надо фиксировать. Но я помню, как же он мне сильно понравился. Я не хочу предполагать, что он залежался, но он реально среднего покрытия. Однако... Я сбиваюсь. Однако у него очень плотная текстура. Не мудрено, что написали одно-два нажатия нужно, потому что реально заодно он... Пожалуйста, очень прошу. Потому что одного нажатия хватает буквально на пол лица. Мне пришлось взять три нажатия. Просто жду важный звонок. Я помню, ребята, как вы просили протестировать этот косметоз, но у них был в основном только уход. И когда я протестировала патчи, Beauty Bay вроде бы мне их отправлял. Мне понравилось. Я решила вот докупить остальное. Румяшки. Шок ученые обнаружили. Питч Шугар. Эти румяшки от Мэмэмэ Митчелл в оттенке Питч Шугар. Я покупала не сама. Мне их отправлял Beauty Bay в пиар. Нет, да. В пиар-рассылке. Это была летняя рассылка. Как я правильно... Блядь, как я не пигментированная. У меня было вроде два оттенка. Почему я туда тяну румяна? Ну что-то за дрейпинг. Как же мне не нравится. Перекрою немножечко тинтом и буду... Ой, сеньорита помидора. Я не очень люблю румяна. Я поняла почему. Потому что когда я была мелкая, я постоянно краснела. Вот постоянно. Именно из-за этого я сейчас не люблю, когда у меня какое-то красное лицо. Ребят, на сайт я вас приближу. Я хочу, чтобы вы видели все. Да, конечно, это немножко перебор, зато все видно. Я считаю, это важно. Консилер у меня сегодня от Нарс. У меня нет консилера от известных людей. Был от Джеффри, но он был желтый. О чем у меня слезает тон с носа? Посмотрите. Он походу залежался, потому что когда я его только купила, я им часто пользовалась и мне прям так нравилось. Ну вот что с носом? Надо было, наверное, кожу не подготавливать. Хотя... Гля. Увлажняющие тинты. Кому они подходят? Эта штука подойдет не всем. Хотя у нее плотная текстура. Я больше предположу, что она подойдет сухой коже. Так вот нанесла на нос. Подожду, пока зафиксируется. Еще увлажняющие тинты и такие более увлажняющие крема любят люди с возрастной кожей. Пудра Ким Чи Чик на все лицо. Мне она очень нравится. У меня также есть хайлайтер, но он синий. Единственное, что мне от Ким Чи понравилось... Чи, блин. Отдышалась пудра. Единственное, что мне понравилось от Ким Чи, это пудра. Пудра у этого бренда реально шикарная. Так вот я от нее чихаю. У нее мелкий помол, наносится шикарно, матирует, держит. Я бы даже, наверное, покупала ее вместо Шанель. У меня сейчас две пудры от Шанель, там 60 граммов, так что мне хватит надолго. Как-то я сияю, непонятно от чего. Вот что это сияет? Мне не нравится, как сегодня лег на меня тинт. Я его хотела похвалить, а он очень странно на мне лежит. Он прям настолько странно лег, кистью снимается. Удивительно. Особо ничего не перекрыл, но выровнял тон кожи, собственно, то, что и должен делать тон. Но я предпочту холст, как всегда. По контуру у меня вот эта штука от Melt тоже отправлял мне Beauty Bay. И контур мне пришел битый. Это такой стек. Melt известный как раз-таки за вот этот продукт. У них изначально тени были в таком формате. И вот вышла такая штука для лица. Классический пудровый формат. И вышли еще кремовые контура, но это давно было. Тут разные оттенки. Я думаю, что если вы белоснежки или наоборот очень загорелые и только в этом состоянии находитесь, вам эта вещь не очень-то и нужна. Потому что тут два контура и два бронзера. Один посветлее, один потемнее. Ну, я даже почти не пользуюсь. Я думаю, визажистам подошла бы эта вещь идеально. А почему я взяла Melt? Это ведь не косметолог от известных людей. Я не знаю. Мне не нравится, как мой нос сегодня выглядит. Вообще не хочет нормально ничего на него ложиться. Не этот тинт. Но если бы мне надо было идти куда-то на весь день и у меня бы вот так с носа все слизало, я бы очень расстроилась. Вот тут какой темный контур есть. Это оттенок Medium Dark. Я даже, когда загорела, для меня это, ну, слишком, слишком глубокий оттенок. В качестве теней можно использовать. А вот более светлый бронзер. Ну, окей. Я возьму другой бронзер, ребята. Не буду брать Melt, потому что это не совсем удобно. И, кстати, контур, который я взяла, он не такой уж, а нет, сероват. Проблема в том, что он очень нежный и пришел битый. Пришлось присовывать. Ну, такая тень, тауповая. Не прям серая. Время хайлайтера. Я очень люблю хайлайтеры. У меня их очень много. Покажу вам худу. Я не знаю уже, какой кистью ее наносить. Вот у меня такая палетка. Здесь четыре оттенка. Я ее терпеть ненавижу. Так как у меня сегодня розовая палетка, я возьму розовый хайлайтер. Буду брать аккуратно, потому что планирую продать. Может быть, кому-то нравится. Только плотной кистью наносится хорошо и надо втирать. Слушайте, у меня кисть вроде чистая. Ну, так-то неплохо, что я выделывалась. Так, а если я возьму самый светлый? Немножко доохромен, да? Как будто из белого в розовый. Ну, неплохо, но это на камере неплохо. В жизни я вижу очень сильно подчеркнутую текстуру. Вот для этого и надо так сильно приближаться, чтобы увидеть прям все. Конечно, никто вас так рассматривать не будет на таком расстоянии. Да, издалека смотрится... Ну, не тянется у меня рука к этому хайлайтеру. Ну, уж sorry, not sorry. Почему у него розовые блестки? Он же белый. Худа, ты наводишь меня на обман. Ясно, с Худой все понятно. Я все равно продам. Продаю косметоз я в Телеграме. Предупреждаю обычно за неделю. Мне надо сделать брови и вернуться к вам уже с палеткой. Так быстро. У меня есть еще Джеффри. Вот что мне нравится, это вот эта палетка. Я и не пользуюсь, потому что это не очень удобно, но она мне нравится. То есть, предъяв к ней у меня нет. Беру самый светлый оттенок. Pearly Gates. Вот этот. Куда тут еще, конечно, подсвечиваться? Я не знаю, но мне нравится окунаться в хайлайтер. Да, это безвкусно, да, это некрасиво, но... Если вам нравится так же хайлайтиться, ребят, не слушайте никого. Обычно вам могут сказать, да, типа, выглядишь там смешно как-то, ну, и что. А вам нравится? Для вас это не смешно? Значит, продолжайте так делать. Не надо никого слушать. Я отхожу всех, отражая мне нассать. Поэтому сейчас я сделаю брови карандашом от Кайли и вернусь к вам. Готово. Брови сделаны Кайли. Мне повезло, что они у меня были покрашены буквально пару дней назад. Поэтому карандаша я стратила немного. Карандаш вообще прекрасный. Если у вас будет возможность его приобрести, то можете опробовать. Похож чем-то на Evian Sabo. В принципе, все автоматические карандаши между собой чем-то похожи, за исключением карандаша от Beauty Bay, конечно же. Потому что это единственный карандаш, который действительно темный, вот как мне надо. Остальные все с какой-то рыжинкой. Сейчас это не видно, говорю, брови покрашены. Почему-то одна бровь получилась темнее, чем другая. Что со мной не так. А со мной все, наверное, так. Праймер Art Deco сегодня, ребята. Хороший праймер. Адекватный. Работает. Я, походу, буду с этим розовым тинтом вокруг глаз ходить еще пару дней. Потому что сегодня тени тоже розовые. Я долго не могла выбрать палетку от Dragon Beauty, потому что у Florence by Mills говорю, нету палеток. Я вспомнила, была некрасивая какая-то палетка, страшная. Я решила, брать ее не буду. Этот праймер с какими-то блесточками. Ммм, прикольно. Для меня проблема его равномерно нанести, ровно как и праймер от Smashbox. Они очень плотные. Палетка от Dragon Beauty выглядит вот так, коробочка. Мне очень нравится, что тут есть такая открывашка, открывать ее удобно. Окей, картон приятный. Жаловаться на это я не буду. Палетка выглядит точно так же. Ну, здрасте. Палетка выглядит так же, как и коробка. Только тут сзади нет такой же информации, которая есть на самой коробочке. Яйца такие. Я не знаю, в чем прикол. Видимо, от слова Dragon, типа яйца дракона. Who's the best of them all? Зеркало нам говорит. Ну, наверное, точно не я. Пять оттенков, пять яичек. Яички. Кто помнит раздражающую песню? Яички. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. 7.5 граммов в палетке. 0.26 унций всего. Эх, тут чешется каждый раз, когда я снимаю. Почему? Зеркало мне не скажет. Пленку я снимать не буду, потому что, вероятнее всего, данную палетку я продам. У меня, конечно, нет такой походной розовой палетки, но я не так уж и часто бываю в походах. Свочи сделаю потом. Ребята, я тестировала эту палетку. Я бы не сказала, что очень долго. Тестировала ее пару раз, потому что что тут тестировать? Пять оттенков. Поэтому я сегодня что-то сделаю. Такое, чего сделаю, то и сделаю. Сама не знаю на самом деле, что. Беру вот такую кисть. Она плоская. Вот, вот, сабьюти. И самый светлый оттенок. Кейк, кейк, кейк. Крутое название. Наверное, одинаковые глаза сделаю. Потому что, ну, что из пяти оттенков. Опять-таки мне, что ли, акцент на нижнем веке делать? Я сегодня хочу высветлить вот тут повыше, чтобы немного форму глаза поменять. Вообще, когда вы делаете себе тени, это работа светотени. Если вы форму глаза поменять хотите, все это сделать можно. Единственное, надо научиться, наверное, сначала на нюдовых тенях, а еще лучше, наверное, на серых, чтобы понять еще кого, чего вы поменять можете. И реально, вот, если сдалека смотреть, то форма глаза очень сильно меняется. Кстати, оттенок достаточно пигментированный. Это такая пастель. Я вот тут во второй слой уже наношу, но все равно хочу заметить, что это, блядь, пигментированный оттенок. Высветлила я, отдалила себе глаза еще дальше. Я и так, как рыбка. Рыбешка маленькая. Беру вот эту кисть, она чистая, просто немножко в розовом пигменте. Оттенок B-Day Bitch. Окей. Что я знаю про косметоз Dragon Beauty? Да почти ничего. Тоже думала взять хайлайтер. В последний момент решила, что да нет, честно, не интересно. Я не знаю, почему иногда я вот так в последний момент это решаю сделать. Хотя стоило взять, блин, это моя работа. Интересно, не интересно? Обозревай. Может, его в наличии не было? Скорее всего, да. Потому что я даже помаду взяла. Хотя вот, что мне менее всего интересно, так это помады от разных брендов. Я помадами почти не пользуюсь. А палетки мне показалось самое интересное именно это. Это, кстати, какой вольюм-то у нас? Вольюм 3. Вышло 3 палетки или 4 уже? Тоже без понятия. Качество, кстати, ребята, у теней, вот вы не поверите, как у Джеффри. Они очень пигментированные вот эти розовые. Реально, как у него в палетке, но они не такие сухие. Я вчера решила взять в повседневный стол Анастасию 4, которая... Анастасия Нарвина, которая 4 палетка розовая. И там тени были тоже такие же яркие и пигментированные. То есть, качество у всех этих брендов, оно в среднем как-то пересекается. Что-то я круглое хотела сделать. Опять тушу. Эта палетка похожа очень на Нарвину по качеству. Сразу выдается пигмент. Посмотрите. То есть, я набираю оттенок только для того, чтобы еще подтушевать немножко и подслоить там, где мне надо, а не для того, чтобы оттенок наслаивать, как, например, да? С некоторыми палетками приходится работать. Вот такое в масс-маркете найти, наверное, сложно. Хотя мне бы хотелось, чтобы так вот с первого касания был пигмент. Но! Масс-маркет, он на то и масс-маркет, потому что пигмент это самое дорогое, что есть в производстве. Именно из-за этого данные бренды, они стоят не потому, что человек популярный так много они стоят, а потому что пигмент производить это не бесплатно. Данный оттенок на контрасте теперь мне кажется белым, но он светло-розовый. Такая бабочка, да? Так, снова беру Брюльтей Мэйч. И чтобы не испортить себе глаз окончательно, я все-таки тут вот до конца доведу. У меня вчера был примерно такой же макияж, представляете? Только вот я затемняла ярко-розовый каким-то фиолетовым. Если у вас, ребята, есть Блад Шумер, то там есть похожий оттенок. Он, правда, не такой, он не такой затемненный, он больше неоновый. Разница все равно тонкая. Если я два глаза сделаю разными этими цветами, будет практически незаметно. Там и белый есть, нет такого вот розового красивого, но белый есть. Посмотрите, как красиво все между собой стушевалось. Вообще не пришлось работать как-то особо над этим. Может себе эту палетку оставить? Реально будет такая походная розовая палетка. Я редко-редко хочу делать розовые макияжи, поэтому, да, вряд ли себе оставлю. Но она мне нравится. Вот просто пять цветов. Так, стушу все большой кистью. У меня, кстати, вот карандаш от Флоренс. Тоже не знаю, зачем я его взяла. Красивая упаковка. Я для этого только ее и оставила. Обычно я сразу все упаковки выкидываю. Наконец-то могу это сделать. Симпатично тут. Ну, это тут такой как держатель, что ли. А что, ни разу не открывал? Нет, подождите, я открывала. Ребята, нет, я не открывала. Даже сводч не сделала. Хотя мне казалось, что сводч был о, вау, симпатично. У меня нет такого оттенка. Хотя давайте поищем. Вот Революшн мой любимый. Сбрат сводчеру. Обожаю оттенок такой йогуртовый. По оттенку действительно похоже. Но мне кажется, что Флоренс, он немножко будто темнее, чем Мейкоп Революшн. Ну, прям похоже. А я думала, у меня ничего такого в коллекции нет. Ну, ладно. Взяла, блин, самый интересный оттенок. Пробую его в качестве каяла нанести. Я думала, не получится. А получилось. Лучше бы, конечно, было что-то розовое сюда взять. Он очень быстро растворяется. Поэтому я себе глаз немножко поскребла. Почти не видно, кстати, ребята, то, что у меня тут что-то фиолетовое. Но меняет. Это очень сильно меняет макияж. Когда вы слизистую не оформляете. В ярких макияжах особенно. То есть, повседневный нюд какой-то, ладно, не оформили и хер с ним. Хотя в повседневном нюде тоже стоит хотя бы бежевый карандаш взять. Не надо брать белый. Не всем идиот. Не для всех макияжей подходит. Лучше все-таки взять какой-то бежеватый слоновая кость. Вот. Тогда будет красиво. А для ярких макияжей подавно важна слизистая. Макияж будет выглядеть потерянно как-то, незаконченно, незавершенно. Хотя бы черный, если у вас цветного нет. Ну вот и что дальше? Чего? Что мне делать? Скажи мне что? Так, возьму черный. Набралось достаточно. Переживаю, что сейчас все испорчу, потому что я люблю затемнять розовое, но никак не черное. Больше люблю фиолетовое. Хотя раньше я нормально все черным затемняла. Ну, смотря какая идея, кстати, иногда черным можно затем... В моем случае лучше этого было не делать. А наслаивается это с пробелами. Это что такое? Вы можете сказать, что я придираюсь. Нет. Он пробел. Откровенный пробел. Мне его чем заполнять? Ну-ка, заполняйся. Втушевывается хорошо, но наслойка пробельная. Да, зря я черным затемнила, тем более, что тут такой пробел. Я беру снова розовый и в тщетной надежде пытаюсь создать что-то фиолетовое. Намешала, блин, грязи. Такой красивый макияж был. Все испортила. Ну, ладно. Верхнее затемнение оставлю и снизу очень аккуратно пройдусь черным вот здесь, чтобы просто соединить друзей. Знаете, таких друзей захи... в музей. Не люблю я внешнее затемнение. У меня глаз некрасиво поворачивается. Ну, вот только здесь затемнять я не люблю. Вот это. Ну, что сделано, то сделано. Что испорчено, то не восстановить. Тогда, раз уж мы тут, беру вот это яйцо. Это оттенок... Да, я даже переворачивать не буду. Такой фрасти оттенок. Кстати, у Джеффри в Blue Blood есть такие сатины. Это не то, чтобы сатины, это какие-то морозные оттенки. Даже не знаю, как его описать. То, что черным испоганило себе все. Мне так от этого грустно. Подсвечу тогда угол. Называется, хотела все цвета показать. Ну, собственно, показала. Вот этот белый оттенок. У него такие розовые блестки красивые. Мне нравится, когда оттенок выглядит белым, а на самом деле он вот такой, как будто влажный розовый гусь. Я смогу вообще исправить то, что я тут натворила, или не смогу? Уже пятое наслоение. Ну, что-то исправляется, но становится просто ярче и грязнее. Потому что там под низом сидит черный цвет. Все испортила. Ребята, извините, пожалуйста. Я как-то увлеклась, видимо. Осыпание? Да, осыпание есть. Причем не маленькие. Потому что я тут замазывать пытаюсь. Ребята, я клавила. Я пойду это дело с мою и верну то, что было. Потому что вышло просто ужасно. Ну, ничего всякое бывает. Вернусь, ребята, к вам с нормальным макияжем и с помадкой. Я все-таки решила оставить то уродство, что я сотворила у себя. Наклеила ресни. Одни из самых длинных. Это сэмпл бьюри. Это те ленточные ресницы, которые я не ощущаю. Обычно я их чувствую, но данные... Спасибо, Бублик. Но данные ресницы достаточно легкие и практически неощущаемые. Ребята, я знаю, что я выгляжу ужасно. Пожалуйста, не надо. Но я решила уж... Раз это сделала, то позорься до конца. Вот. Осыпаний очень много. Пудра от Кали, кстати, плохо зафиксировала мне тут все. Но вот Ким Чичик фиксирует на раз. Посмотрите на мой лоб. Вообще шикарно все выглядит. Переходим к помадке. Я приволокла вот эту штуку от Пилуи. Пилуи... Пилуи... Основательница. Она вроде бы как раз визажист, но все вот остальные ребята у нас такие. Ну, хотя Митчелл тоже, наверное, визажист в какой-то мере. От Пилуи мне очень нравятся. Усы такие. Мне очень нравится карандаш от Пилуи. И палетка моя тоже понравилась. И помада вроде бы. То есть, ничего меня не смутило. Помада Dragon Beauty. У меня оттенок Jinx. Тут даже написан способ применения. Окей, интересная такая упаковка. Что-то напоминает, на что я не могу сообразить. Подводка сегодня у меня была Rem Beauty. Должна была быть. Я начала рисовать вот эту стрелу. Ну, пришел. Все, пришел шалить. Кот, пожалуйста, я тебя прошу, не надо. Я ей начала рисовать вот эту стрелу. Вспомнила, насколько же она ужасная. И я ее, скорее всего, сейчас прям выкину. Потому что этим невозможно себе что-либо нарисовать. Туш еще более-менее. Ладно, жить можно. Беру помадку. Precision applicator написано. Ммм, пахнет очень знакомо. Какие помады так же пахнут? Не худен или... Набирается, кстати, сразу очень много помады. И легко все прорисовать. Я ее носила пару раз. И могу сказать, что в целом она держится хорошо. Упаковка тут такая симпатичная. Картон приятный. Окей. Что, пойдем делать сводчи палетки? Палетка своеобразная. Она очень качественная. Но то, что я уродство сделала, не обращайте внимания. Поначалу все было хорошо. Пять оттенков, три матовых и два металлика. Буду делать по порядку. Хорошо, что они тут не раскиданы никак. Вот три матовых палетка такая. Привет, 2007. Черный оттенок в этой палетке отлично подходит для того, чтобы использовать его самостоятельно. Но вот для затемнения вообще нет. Наслаиваются тени друг на друга не очень хорошо. Но если вы собираетесь их между собой стушевывать, например, нанести розовый яркий вот этот и оттушевать его данным оттенком, все очень красиво стушуется. Но обратно лучше не работать. То есть, если вы нанесли этот оттенок и собираетесь вот этим затемнить или как-то разбавить, нет, не надо. Лучше работать частями. Потому что тени не наслаиваются. Хоть они и похожи на Джеффри, но как-то наслоения у них нет. И у Анастасии тени, кстати, наслаиваются тоже. Здесь нет. Видимо, состав все же разный, но пигментация у теней невероятная. И два... Что тут тянуть еще дальше можно? Пигментация невероятная у них. И вообще, мне очень понравилось качество. Единственное, что не мои оттенки. Грех жаловаться. Сама купила розовую палетку, сама ей и пользуюсь. Просто остальные мне не понравились. Я вам их сейчас, ребята, покажу. Брала я на Beauty Bay. Если вы вдруг живете вне России и вам что-то понравилось, тоже можете на Beauty Bay взять. Конечно, китайская карта существует, но давайте мы это упустим. Это как уменьшенная версия плюс черный Jeffree Star Pink Religion. Чем-то похоже. То есть, если вам не нужно Pink Religion, там столько розовых интересных клубничных оттенков, то вы смело можете брать это на будущее. Такой обзорчик. Вдруг вы хотели, когда-то все равно все это закончится и Beauty Bay откроется. Можно взять вот эту палетку вместо Pink Religion. Но тут минусы есть. Все-таки Jeffree Star стоила чуть-чуть дороже, чем Dragon Beauty. Я вот плохо помню, она стоила вроде 2 с чем-то, а Jeffree Star в два раза дороже. Но там и оттенков больше, и качество там все-таки получше. Я бы советовала брать ABH Narvina 4. Да, потому что там и розовые, и нейтральные оттенки, и красивые металлики. Вот она по розовым палеткам в моей картине мира, да, она лучше всех сделана. Потому что у Jeffree всего лишь 2 металлика. Здесь вообще, блядь, только 5 оттенков. А там прям идеальное соотношение. Но она тяжелая. Тяжелая в плане медвеса. Там у меня светит солнце, но ничего, выгляжу я очень-очень плохо. Так вот, немножко дешево все-таки. Но обсудим, ребят, что я сегодня протестировала. Хороший, кстати, карандаш, на удивление, пастельный. Но была бы возможность, лучше было бы купить Makeup Revolution и Bratz. Потому что там дается 4 карандаша. Они когда-то стоили 500. Может быть, я вас обманываю. 4 карандаша за 700-1000 рублей. Это вообще подарок. А данный стоил достаточно дорого. Я не могу сейчас посмотреть цену, за которую я брала, потому что заказы не прогружаются. Вот эта вот вещь, она странная. В какие-то дни она ведет себя превосходно. Я тестировала ее долго, носила почти каждый день, потому что она мне очень понравилась. Однако, это среднее покрытие. Это что-то приближенное к Шанель. Вот по уровню перекрытия, я имею в виду. Плотная текстура, но мало пигмента. Именно из-за этого ничего не перекрывает. Будет тут больше пигмента, это была бы замазка уже. Потому что текстура плотная. Ну, нормальный тинтит мойстурайзер для молодой кожи. Для возрастной кожи это уже не подойдет. Имха, потому что здесь плотная текстура. И лучше было какая-то водянистая все-таки вещь. А это именно для нормальной молодой кожи. Для жирной, конечно же, не подойдет. Для сухой, может быть, и да. Но, говорю, текстура плотная. Поэтому нормальная комбинированная кожа, окей, подойдет, да. Палетка, ну, ребят, хорошая, на удивление. Хорошая. Но я понять не могу, черный тут не пришей, никуда кувшин. Может затемнять стрелы, конечно, окей, хорошо. Палетка, несмотря на то, что маленькая, она увесистая. Я, наверное, ее все-таки себе оставлю, потому что у меня нет маленькой. Блин, она тяжелая. Я не знаю, что с ней, короче, буду делать. Вряднее всего продам. Когда она идет на меня опять эта грусть-тоска, я захочу продать все. Поэтому продавать, скорее всего, буду. Эта вещь лежит у меня с ноября, что ли. Я как-то с Турции приехала, заказала или с декабря. Продавать уже бессмысленно, потому что срок годности в открытом виде. 12 месяцев, кстати, я еще успеваю запрыгнуть в последний вагон, так сказать. Карандаш пилы хороший, я им пользуюсь крайне редко, потому что забываю, что у меня есть такой хороший коричневый карандаш. Помада похожа, она чем-то пахнет знакомым каким-то шоколадом, но на что она похожа, я не понимаю. Жидкие матовые помады Джеффри ничем не пахнут. Melt, Melt, я вспомнила. Ребята, очень похож аромат на Melt, но формула вообще другая, потому что у меня помада от Melt свежая. Я их открывала только, чтобы свочи сделать и не пользовалась. Купила я их давно, а посылка пришла только в декабре. Она потерялась 10 раз, ну, вы знаете, мое почтовое отделение. Я сделала свочи, положила, и они лежали. Вот недавно снимала видос про все мои помады, и они потекли, то есть оттуда вытекает масло. А вчера произошло это. Это лежит у меня долго, я и пользовалась пару раз, свочи даже делала. Ничего не вытекло, но аромат как у Melt. По Rem Beauty у меня вообще слов нет. Кто успел, у кого есть, пожалуйста, дайте мне знать, как вам, особенно вот этот лайнер. Этот лайнер, это издевательство над жизнью, и он, скорее всего, только для очень-очень маленьких стрел. Он вообще не рисует практически, даже если у меня теней нет. Все, ничего не могу сказать, тушь норм. Эта вещь от Митти очень пигментированная. Жалею, что не успела купить новую линейку с контурами. Это румяна, я все-таки румянами редко пользуюсь. Хайлайтеры Худы, нет, подчеркиваю текстуру, мне не нравится. Выглядит как полоса, но Худы любит такую инстаграмную эстетику. Я тоже, конечно, люблю, но мне не нравится, что он лежит мелом. Я смело могу купить более дешевый хайлайтер и получить такой же результат, а не от Худы за, блядь, бешеные деньги. Вот эта вещь от Джеффри, да, люблю. Люблю всей душой, пользуюсь редко, потому что они в течение дня имеют свойство осыпаться. Я это не люблю, у меня к концу дня руки блестят, как будто я, не знаю, фея Динь-динь. Всем привет, сейчас посыплю пылью и вы улетите наху. Я в то же время ненавижу, наверное, надо закрепляющим спреем пользоваться, чтобы они держались. Пудра Кайли, что-то не знаю, мне она в первый раз понравилась, а сейчас вот я спустя время как-то ей почти не пользуюсь. Несмотря на то, что тут сетка, достается пудра отсюда хорошо. Я бы больше советовала, конечно, Ким Чи Чик, она прям волшебная и держит хорошо. Вот единственная закрепляющая пудра, ну, помимо Шанель и Дайнессы Майрик, эти три пудры прям очень хорошо все держат, я ее экономлю. Контур Мелд, нормальный, блядь, контур, но надо ли оно, вот это неудобно лично мне, неудобно этот стек, доставать все. Если бы визажист разложили вот так, оп-оп, все, конечно, удобно, но мне, как обычному пользователю, я почти не пользуюсь. Тем более, что мой оттенок разбился. Это доставляет тоже небольшие неприятности. Я довольна сегодняшним тестом, это все у меня лежит в коллекции, но вот только Рэм Бьюти я вообще хочу выкинуть, пуду продать. И сказать, что косметоз от известных людей, это прям такая необходимость, я не могу. Бренды новые, не совсем такие уж и проверенные, ну, помимо Хода и Джеффри. Но это интересно, пробовать что-то новое. Но я не могу сказать, что эти бренды будут держаться прям, знаете, десятилетиями, как, например, тот же самый Макс Фактор, да, и в Сен-Лоран. То есть такие бренды, которые устоявшиеся уже у нас в обществе, в обществе любителей косметоза. Бля, выгляжу как Фурсула. Я бы не советовала все-таки так рисковать, да, и брать какой-то новый бренд, если у вас тем более ограниченный бюджет на косметику. Но это интересно, пробовать что-то новенькое. Однако я не скажу, что это прям с Цейпл, да, я всегда буду покупать эти помады, они прям топовые. Но она в течение дня снашивается в центре, поэтому да. Я бы второй раз не купила, несмотря на то, что мне понравилось. Может, оттенок посветлее бы взяла. Но все-таки продолжу брать свой этот Лореаль, то, что легче заказать, легче купить. Будь так легко купить Dragon Beauty, возможно, я бы брала Dragon Beauty. То есть это неплохо, это не дерьмище, это достаточно хорошая косметика. Окей, но больше как мерч я ее воспринимаю. Ребята, я пойду. Благодарю вас за просмотр. Всех люблю. Всем пока.